Смазка подшипников Смазка позволяет снизить трение скольжения и качения, обеспечивая длительный срок службы. От 70 до 90% содержания подшипниковой смазки составляет базовое масло, 10-15% – загуститель, до 5% – специальные присадки. Рассмотрим основные типы смазки подшипников. Пластичная смазка для подшипников и жидкие масла применяются для моделей качения. В узлах скольжения используется твердая смазка. Она создает тонкий сухой слой. Помимо смазок также используются твердые антифрикционные покрытия, например, молекот D321R для подшипников скольжения. Покрытия распыляются на поверхность и отвердевают при контакте с воздухом. Силиконовая смазка для подшипников обладает высокой адгезией к металлам и полимерам, отличными смазывающими и герметизирующими свойствами. Кроме этого, силиконовая смазка также является водоотталкивающей, устойчива к окислению в химически активных средах, нетоксична и долго сохраняет полезные свойства. В изготовлении и распространении силиконовых подшипниковых смазок стоит выделить бренды RACOL и LIQUIMOLI. Термостойкая смазка для подшипников необходима в нагруженных узлах вращения с постоянными перепадами температур, которые не выдерживает обычная пластичная смазка на основе литола. Кроме этого, термостойкие смазки применяются для подшипников, на которые воздействует внешний нагрев, например, на металлургических и стекольных линиях. Высокотемпературные антифрикционные смазки сохраняют свойства при повышении температуры до 600 градусов. Производятся они на основе натрия, кальциевых мыл, силикогеля, фторопласта, полиуретана, графита. Для подшипников качения часто применяются пасты на основе силикогеля, а в нагруженных узлах скольжения графитовые. Графитовая смазка для подшипников используется в тихоходных узлах, где при высокой статической нагрузке при вращении происходит нагрев контактных поверхностей. Термостойкая графитовая смазка сохраняет высокие антифрикционные способности при нагреве свыше 350 градусов. К числу прочих ее преимуществ можно отнести высокие противозадирные свойства и минимальную испаряемость. Выбирать смазочные материалы необходимо с учетом следующих факторов. Режим работы самого двигателя. Скорость вращения, нагрузка на вал, длительность рабочего цикла. Условия, при которых эксплуатируется узел. Влажность, температура, агрессивные факторы, химикаты, пар, пыль. Конструкция и размеры узла. Необходимо помнить, чем выше скорость вращения подшипника, тем ниже вязкость масла в составе смазки. Правильный выбор смазочных материалов – залог долговечной работы как самого подшипника, так и оборудования в целом. Расскажите, на что обращаете внимание вы при выборе смазки для подшипников? Обладатели набора модульного оборудования от компании ИЕК мы выбрали случайным образом. Поздравляем! Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok